итак друзья всем привет я думаю что уже можно начинать чуть-чуть расскажем сегодня немножко новостей о нашем проекте расскажем по отвечаю на вопросы а самое важное для начала мы сейчас переносим сервера на другую и оппозицию чтобы пользователям со всего мира было комфортнее пользоваться так получается что мы начали с снг начали с украины и максимально комфортно пользоваться людям сейчас с украины но люди которые допустим в бразили в америке так дальше у них чуть дольше идет соединение с проектом поэтому было принято решение перейти сервера чтобы всем было более комфортно посередине любой для всех было поэтому ближайшие час-два могут быть технические задержки могут сообществами грузиться но через пару часов уже все будет хорошо сейчас я включу людям звук или давать наверно даже без звука давайте по сообщениям давайте начнем с вопроса чуть-чуть кто первый пока что нет вопроса ладно пока нет вопросов повторю информацию которую слушали все чате для лидеров в пятницу у нас будет давляться новый функционал будет любит политики право так и по тарифу объясняют гая минパ те chart это будет военный пакет для активных пользователей все пользователи которых пригласили это их людей и они стали активными они будут получить удвоенный пакет до пятницы этой пятницы те кто купили от Holyydon procent они у них и останутся после этой пятницы люди которые не активны три года просто у п인-пакетани будут получать немного меньше дикие форс 1 бусу они будут получать 30 3 слайков они будут получать 50 тысяч просмотров, 1000 сохранений и 300 комментариев. Если они сделают минимальную активность в виде троих активных пользователей, тогда они будут получать себе удвоенный пакет. Также пакет VIP. Пакет VIP будет стоить немножко больше. Пакет VIP будет стоить 149 долларов в месяц. Отличие его будет только в том, что не будет заданий. Реферальные начисления по маркетингу все те же. Также на платформе будут добавлены различные сервисы. Плюс возможность докупать себе лайки, просмотры, комментарии и так далее. С всех этих докупок вы тоже получаете реферальные начисления. Чуть появились вопросы, буду отвечать. Первый вопрос. Ключевые отличия инстайм от инзотоп. Начнем с этого тогда, с отличий. Я на самом деле не очень верил желание обращать на подобные вопросы, но скажу пару слов. Вообще рынок для инстаграма в продвижении очень большой. Это хорошо, что есть схожие проекты. Но плохо, что эти схожие проекты занимаются какой-то утопией, и они не идут в сторону развития продукта, они идут в сторону развития маркетинга. Сейчас, наверное, за месяц после выпуска инстайма, он за топ меняет третий раз маркетинг свой. Сегодня у них появился маркетинг на 80% от компании. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо ребята хотят быть благотворительным фондом, отдавать деньги сами пользователям, либо это немножко похоже на пирамиду. Объясняю почему. 80% люди хотят отдавать на маркетинг. Сегодняшнее заявление они отдают. Примерно от 10% банки берут резервы. От всей суммы оборота. Зачем нужен этот резерв? Этот резерв уходит на всякие случаи, на штрафные санкции, на сарафы, на иски, на чарджбеки и так дальше. То есть банк постоянно удерживает 10% от проекта. То есть 80% на сетку, плюс 10% уходит на банка. Это минимум. То есть банк обычно берет интернет-магазины 10%. У подобных проектов рискованных они берут намного больше. Это берут 15%, 20% и так дальше. 20% их возможно. Соответственно, идем дальше. 90% уже ушло. Это я объясняю сейчас отличие он за топа в Эйнстайне. 90% уже ушло от всех средств полученных. Дальше есть комиссионные. Комиссионные за принятие с карт, за выплату с карт. В самом идеальном случае, который только может быть, это минимум 2,5%. Обычно это около 5-6%. То есть представим, что 92,5% уже ушло с оборотов компании. Дальше, если компания хочет нормально развиваться, тем более во всем мире работать, ей нужна юрисдикция. Юрисдикция — это в среднем 18-20% налогов. Налоги идут не на прибыль, налоги идут наоборот. Объясняю, почему налоги идут наоборот. Компания, когда выплачивает пользу для деньги, она может их выплачивать своим работникам. Это может быть 10 человек, это может быть 2 человек, это может быть 50 человек. Со всеми этими людьми должны быть договора, то есть за что они получают деньги. В подобных проектах, которые имеют большую партнерскую сеть, это идет как обычная выплата, это не идет как расходы. Потому что когда у вас там компания выплачивает каждый месяц десяткам тысяч людей, ну, очевидно, понятно, что десятки тысяч людей — это не ваши партнеры, не ваши работники. Соответственно, это не является расходами. То есть компания должна платить деньги не с расходов, компания должна платить деньги с оборотов. 92,5% компании уже ушло. Среднее налоговое обложение по Европе — это 18-20%. Взять минимальное налоговое обложение, которое немножко не подходит под данный вид бизнеса, это с большой отчетностью, это с большой бухгалтерией, это очень дорогая стоимость обслуживания компании — это 12%. То есть 92,5% уже ушло от оборота, плюс еще налоги 12%. Уже получается 104,5% уже ушло с компании. То есть компания взяла 100%, 104% уже ушла. Это я еще не брал в расчет стоимость обслуживания компании юридическая. Стоимость юристов, стоимость технической части, стоимость различных расходников и так далее. То есть там уже далеко за 110% получается. То есть каким образом компания может принимать 100% средств и выплачивать более 100? Мне кажется, что так не должна работать система. Может быть, два исхода из этого всего. То есть первый исход может быть, что компания не планирует отдавать 80%. Она рассчитывает на то, что никаких линий, никаких 16 линий не будет заполнено. Ну, тогда у меня вопрос, зачем делать компанию, если вы не рассчитываете на то, что линии будут заполнены. Немножко нелогично. Либо компания хочет давать 80% не со всей суммы, которую люди оплачивают, а с какой-то части суммы. Ну, тогда это тоже какой-то некрасивый маркетинговый вход, зачем вы планируете своих клиентов. Тот же вопрос и про Megalikes. Megalikes 90% уходит на сеть. Соответственно, еще больше разрывов между тем, сколько компания получает, сколько компания отдает. Дальше. Помимо этого всего, я бы, наверное, хотел и был бы реально доволен, если бы эти компании двигали в сторону улучшения, продвижения, модификации своей услуги. Но, к сожалению, ребята не хотят улучшать услугу, не хотят улучшать продукт, а начинают заниматься маркетингом. Что может испортить рынок. То есть сейчас рынок именно продвижения Instagram с партнерской сетью, он очень свежий, он очень новый. Было бы очень хорошо, чтобы весь этот рынок, он был чистый, он не был с мошенниками и так далее. Но если бы ребята хотят отдавать больше, чем берут, соответственно, большая вероятность того, что они испортят рынок. Мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы они взялись наверху за голову и начали развивать продукт, и рынок был бы таким самым премиальным из всех. Чтобы мы вместе продвигали этот рынок. Я дойду дальше к вопросам. Здравствуйте. Почему дни начали считаться с момента оплаты, а не с момента регистрации? Объясняю. Потому что у нас есть идеология проекта, которую мы просчитали, что если в течение 7 дней все будут звать по 3 человека, то это будут очень большие рекордные счетки вообще во всей индустрии. Соответственно, в связи с идеологией проекта мы решили, что дни начинаются регистрации, потому что пользователь может зайти, пользователь может ознакомиться с проектом, и этот пользователь, соответственно, может, наверное, купить. То есть для ознакомления не нужно тратить 1, 2, 3. Это можно делать реально очень быстро. Удвоенные пакеты, когда можно будет покупать? Удвоенные пакеты покупать нельзя. Они не покупаются. Они могут только зарабатываться. За минимальную активность. Если человек приглашает людей, и 3 являются из них активными, у него удвоенный пакет. Что делать, если человек регистрируется, а при этом пишет, что данный аккаунт уже есть в системе? Тогда нужно просто восстановить пароль. Соответственно, человек, наверное, уже делал аккаунт до этого и забыл о нем. Нужно ввести данные, которые он вводил бы этого, это мобильный телефон, и нажать «Я забыл свой пароль». Ему придет новый пароль, и он может зайти по тому же телефону и по тому же паролю. Вопрос. Когда будет сделана амортизация? Амортизация, наверное, вопрос в компрессии. Компрессия начинает включаться, когда вы дополняете всю вашу партнерскую сеть. То есть когда по факту вы уже заполнили, и дальше должны зарабатывать средства, но из-за тех пустых аккаунтов, которые есть в вашей строкуре, вы с них не зарабатываете, тогда и активируется компрессия. Там перед вопросом про ланзы топ впереди еще были несколько вопросов хорошие. На все вопросы отвечу. Когда будут отображаться все фотографии? Все фотографии будут отображаться, наверное, на следующей неделе. На следующей неделе будет дополнительная кнопочка «Подождите фото». Объясню немножко, почему мы этого сейчас не делаем, потому что идеология в том, чтобы продвигать свои посты новые. Старые посты очень тяжело продвинуть. Они уже очень давно выложены, и по алгоритмам стограма, чтобы их выкинуть в топ, нужны реально очень большие ресурсы. Это уже не является логичным, не является окупающим себя. Поэтому лучше делать новые фотографии, и новые фотографии выгружать в топ. Старые варианты попадут в топ. Сейчас готовится специальное обучение, в котором вся эта информация будет доступна. Можно узнать подробно о компрессии. Когда активируются функции? Глубина растет очень быстро, особенно в активных ветках. Активный платнер стоит в системе на 10 уровне, а по активности — в 3 уровне. Разница в деньгах — 1,74 или 2,9. Общая доступная компрессия будет развиваться, наверное, в следующем месяце, так, чтобы полностью все ячейки были активны. Если говорить о компрессии, которая сейчас реализована уже, она включается после достижения вами 15 линий. То есть, грубо говоря, если у вас заполнено 15 линий, уже включается. Так, чтобы не было до 15 линий, будет внедрять в следующем месяце. 10% будет выплачиваться за обоплату личников 2-го и последующих месяцев. Прозвращая нового на 30-м месяц работе, получаем 15-го. По поводу 10-15%. То есть, в первый месяц вы получаете 15% за личника, личника всех, которых вы позвали. Далее, 10% вы получаете, если у вас меньше 10 активных личников. Если у вас больше 10 активных личников, вы со всех получаете 15%. Если у вас меньше 10 активных личников, вы получаете 10%. На первый месяц любого активного вашего личника вы все равно зарабатываете 15. Многие ждут приложения телефона, когда планы запустятся. Приложения уже были еще в ноябре, мы и скрыли для того, чтобы доработать и функционал, чтобы было более комфортно работать. Я думаю, что в этом месяце мы постараемся их сделать. Крайний срок – это начало следующего месяца. Многие подписчики выполняют первое задание, а потом отписываются. Необходима привязка и повторное подтверждение подписки на партнеров при выполнении новых заданий. Реализована проверка ежедневная, то есть каждый день проверяют человека, остался он или нет. был один незначительный промах в том плане, что люди меняли свои программы аккаунты через техническую поддержку. И поэтому проверка была не полностью функционирующей. Прошу всех выключить свои звуки микрофона. невозможно слушать. Итак, соответственно, сейчас это тоже немножко модифицируется, и в любом случае людям будет выбиваться опять задание на подписку. «Мы сегодня продвигаем платформу. На первом месте должно быть качество работы. Поэтому нельзя забывать о тех, кто делает товарооборот». Это не вопрос немножко. Я не понял, что вопрос. Один человек может пригласить и активировать 100 клиентов, а поедет на праздник другой. Тоже непонятный вопрос. Смотрите, по поводу праздника. А третьей компании будет в Турции, в Антарии хорошая премиальная гостиница. Реально очень хорошая гостиница. Пик сезона. Она отделена от всех остальных со своим частным пляжем. Там еще такое мини-кородевство. Соответственно, кто туда поедет? Поедут туда те люди, у которых меньше ноги. Есть 100 активных участников. То есть у вас есть, грубо говоря, 3 ветви в различном дереве. И вот меньше ветви, если будет 100 активных участников, мы оплачиваем вам путешествие. Приглашаем вас. Там все включено. Можно будет отдохнуть, познакомиться, пообщаться, обучиться новой информации. Когда будут добавляться новые кошельки? Я немножко не понимаю, что значит новые кошельки. Новые методы оплаты будут добавляться постепенно. То есть мы полностью белая легальная компания. И из-за этого нам приходится, хотел сказать, отличать многих. И поэтому нам чуть тяжелее работать в бюрократии. И каждый процесс добавления новых финансовых инструментов это процесс не быстрый. Но зато все будут спокойно и спать спокойно. У меня самый вопрос о создании какого-то лидерского чата. Дележка опытом формирования единой идеологии. Ну и, конечно же, более быстрой связи со штабом. А лидерский чат уже есть. В лидерском чате участвуют все пользователи, наши товарищи, партнеры, у которых уже более 100 человек в структуре и минимум 3 оплаченных. Также есть очень много мелких чатов, которые каждый делает себе лидеры. То есть лидеры делают себе чаты и в них можно попасть. Связь у лидеров с нами есть. Если вы хотите связь с нами напрямую, вам необходимо сделать 100 человек в вашей команде и 3 активных личника. 3 человека в неделю с момента подключения человека или с момента оплаты своего аккаунта. А 3 человека нужно сделать неделю с момента подключения в проект. Да, запись будет. Запись будет, а запись кинем. Кто будет выполнять задания за тебя? Ребят, сейчас у нас примерно от 15 до 20% конверсия в активных пользователей. То есть неактивных пользователей на 80% больше. Соответственно, эти пользователи выполняют множество заданий. Я уже не один раз объяснял, из-за столь удобного интерфейса, как у нас он получился сделать его удобнее, чем у схожих проектов, у линейного взаимобмена. То есть есть биржи взаимобмена, которые существуют уже не один год, они там без партнерской сети. Это просто такой вот функционал, именно линейный. Сделай там 100 лайков, получи все 50. То есть там менее удобный интерфейс. Сейчас люди начинают массово идти туда. На тех ресурсах миллионы пользователей. Соответственно, все люди идут к нам просто потому, что у нас удобнее это делать. Эти люди дают нам больше трафика, чем мы можем, чем нам нужно. Соответственно, нам нужно тоже куда-то его употреблять. Из-за этого есть VIP-пакеты, куда будут уходить в том числе этот трафик. То, чем мы занимаемся, мы немножко не успели со сроками сделать дополнительные проверки этим людям, дополнительные проверки на эти аккаунты, чтобы сортировать их. Это мы сделаем в ближайшее время. То есть будут вас лайкать более качественные аккаунты. Но мы уже внедрили туда ограничение, что с бесплатного аккаунта нельзя делать более чем 110 в минуту, чтобы отсеять всякие хребты, боты и так дальше. Почему сегодня не можем зайти? Пишет 502 ошибка. И почему вы не переживаете о каких длительных технических работах? Да, тут, наверное, наш пиар-отдел немножко ошибся, тоже наш промах. По поводу того, что не может зайти 502 ошибка. Еще раз повторюсь. Мы начинали идеи, начинали проект с СНГ. Сейчас очень много пользователей есть и в Индонезии, и в Бразилии и так далее. Сервера находятся ближе к нам. Нам очень комфортно с вами пользоваться ресурсом, но тем ребятам тяжело. Им приходится ждать полминуты, пока загрузится сайт. Им приходится реально очень долго ждать. Поэтому мы приняли решение перенести и добавить сервера, чтобы всем было комфортно пользоваться. Добавляются новые сервера и переносятся основные на другие позиции. То есть в течение пары часов уже все будет работать. Извините за неполадки. Когда можно будет при регистрации выбирать какую ветку ставить человека? Я думаю, что это будет месяц компенсии включен. То есть это скорее будет следующий месяц. Вадим, как же обещание компрессии 10 апреля? Я, честно говоря, не помню, что мы обещали 10 апреля компрессию, но она работает при условии, что у вас уже работает при условии того, что у вас заполнены 15 линий. То есть компрессия без заполнения 15 линий, она будет реализована в следующем месяце. Личник приземляется на четвертом уровне. К примеру, если личник приземляется на четвертом уровне, то вы с него зарабатываете 15% в первый месяц. А далее в зависимости от того, сколько у вас уже есть активных личников. И если сумма всех ваших активных личников достигает 10, тогда вы дальше с него зарабатываете 15%. Если сумма ваших активных личников меньше 10, то на следующий месяц после первого, вы зарабатываете с него уже 10%. Если в момент открытия компании не будет сто активных малой ветки, могут ли люди на свой счет приехать на мероприятие? Я думаю, да. Мы всех будем рады видеть. Даже информационно поможем. Ну и организационно в том числе поможем людям, которые захотят приехать на свой счет. Сделайте, пожалуйста, возможность видеть, откуда появляются новые люди. Чтобы в уведомлениях можно было переходить на посылки на аккаунт. Да, вот мы сейчас зарабатываем технические аспекты, которые больше влияют на производительность и сразу же переходим на аналитику и на более комфортный интерфейс. То есть помимо обучения, которое мы сейчас сделаем, помимо новой вкладки финансов, которая тоже будет в пятницу, мы сейчас добавим в структуру более ознакомительной информации. То есть это больше аналитика, статистика. То есть сколько у вас есть людей, сколько из этих людей активных, сколько из активных ваших личники и так дальше. Так же с удобными переходами. Что делать, если срабатывать кнопка проверки задания? В идеале просто пару раз быстро отновить страницу. Это на макбуках это Command-R, а на Windows это Ctrl-Alt-R. Либо нажимать только в 5 раз, либо, как говорите, режим инкогнито. То есть в идеале инкогнито. По поводу отеля, мы сейчас реализовываем весь этот процесс и рассчитываем количество мест, сколько отелей можно нам выделить. Предварительно это был отель Dolce Vita, но пока что это не окончательный результат Dolce Vita в Алане. «Едет один человек или с женой можно?» Я думаю, что с женой можно, просто в каких условиях мы чуть позже расскажем. Людей ставить разное на ноги можно будет, скорее всего, в отличиеся. «Нужно иметь в наименьшей ветве 100 активных участников, чтобы поехать на наш счет. У меня более 10 тысяч человек в структуре, более 10 оплаченных, и меня нет в этом чате. Дмитрий Матющенко, а мы вас обязательно добавим. Извините, что так получилось. Всем слали смски на телефон, возможно, мы просто не делали смс-ку». То есть была смс-рассылка на почту, тех, кто уже ввели почту, и на телефон. Там была ссылка на этот чат. Мы с вами еще свяжемся и добавим в чат обязательно. «Назовите, какие серебристые блогеры уже являются амбассадорами». То есть нужно понимать, что такое амбассадор. Амбассадор — это не человек, который является участником в проекте, который является чуть ли там не партнером, чуть ли он каждый день об этом не упоминает. То есть таких людей у нас есть Сергей Прохоменко, у нас есть Сергей Бадюк, у нас есть другие певцы и звезды. То есть это в основном украинские, это интертеймент и тому подобное. Тут нужно важно понимать, что запуск нас будет 21 июня, и после этого мы туда уже соберемся и наш амбассадором, сделаем вот такие красивые мероприятия, и будем активно продвигать весь проект. Сейчас у нас старт больше на автобус, чтобы его совершенствовать по максимуму, чтобы совершенствовать продукт вашей помощи. Когда будет возможность ходить по дереву в одну? Я уже отвечал на этот вопрос. Почему изменились условия на ходу? Относительно уменьшенного пакета за те же деньги, 10% СОП. Мы озвучили, показывали одни условия, а теперь другие. Смотрите, с самого начала мы допускали очень много промоушена, и мы оглашали о том, что это промоушен, промо-материалы. Соответственно, мы не говорили, что это будет вечно. То есть то, что есть сейчас, то, что мы огласили, это статическая информация. То есть это константы, это дополнительно. Это так работает. И если мы говорим, что ребята, вот в течение этого месяца, двух месяцев мы делаем промо-материал, и мы увеличиваем проценты, то это начать, что будет работать в течение двух месяцев. Это не сейчас, это будет всегда. Промо-материалов в акции будет много, соответственно. Но у каждого из них есть срок деятельности. Эти акции, мероприятия, промоушены делают для того, чтобы увидеть, что работает, что нет. Чтобы понять, что вам помогает легче продвигать наш товар, нашу услугу. Соответственно, мы будем всегда тестировать и везде там делали приятные бонусы, чтобы вам было легче, чтобы повышалось на версию. Мобильная версия уже есть и требуется в приложениях, что мы будем стараться сделать его в этом месяце, либо крайний срок будем делать в начале следующего месяца. «Если мои три партнёра пригласили по 100 активных личников, а я всего три, на две компании поеду я, а не они, которые пахали, промоушены получаются именно так. Справедливо ли это?» Я думаю, что справедливо. Во-первых, шанс того, что вы позвёте три человека и больше не позвёте, они позвёте по 100, но это реально не очень большое. А дальше, в любом случае, у вас получила позвёте три человека и мотивирует их на то, чтобы они позвали по 100. Если те люди, которые пахали и хорошо работают, как вы нам сказали, они бы тоже могли мотивировать своих троих личников чтобы подавать по 100 человек. И они бы тоже поехали. «Почему в заданиях выдаёт только комментарии?» «Такое ощущение, что идёт распределение портографии, и те, кто пишет ерунду, им дают лайки». Ребят, ну честно говоря, это всё чисто случайно, чисто рандомно. Кому-то идут лайки, кому-то комментарии. Сейчас на сервисе большинство людей себе хотят комментарии. То есть реально людям нравится ваше взаимообщение между собой, о том, что вы пишете приятные слова, им приятные новости, хорошие, полезные комментарии, даёте обратную связь. Поэтому людям нравится, люди используют комментарии. Есть и лайки. Лайки идут, наверное, на меньшинство людей, но они тоже идут. «На многих айфонах зависает кнопка «Проверив задания». Более десяти жалоб от разных пользователей. Ребят, сайт технически активно развивается. Вы, конечно, извините за это. Я думаю, что до старта мы точно всё доделаем, все ваши предложения, все новые функции и так далее. И уже будет меньше таких вопросов. Объясню, почему может зависать кнопка. Каждый браузер на каждом телефоне, на каждом компьютере он продолжает информацию. Он себе сохраняет фотографии, картинки и так дальше, чтобы не грузить их повторно, чтобы скорость загрузки сайта была быстрее. Соответственно, когда он загружает себе эти материалы, назовём их «Медиа», когда он загрузит себе «Медиа», может произойти сбой. Сбой может быть из-за того, что интернет у вас заглючил. Сбой может быть того, что сайт вам неправильно отдал. Сбой может быть потому, что вам на телефон кто-то позвонил. Соответственно, связь с сайтом оборвалась, и загрузились неправильные данные. Но браузер не понимает о том, что данные неправильные. Он считает их правильными. В следующий раз, когда вы заходите на сайт, он думает, что неправильные данные являются данными, правильными, и поэтому кнопка у вас не работает. Чтобы этого не было, нужно заходить в режиме инкогнито. В режиме инкогнито браузер не сохраняет данные, он не постоянно загружает новое. Из-за этого все работает. То есть основная проблема в том, что ваши браузеры из-за каких-то там меню помех, либо телефонного звонка, либо чего-то еще, либо вы закрыли браузер, он сохранил данные и думает, что они истинные. Оказывается, что они не истинные, из-за этого не работают. Тут либо нужно чистить эти данные, они называются кэшом, когда не будет такой проблемой, либо использовать режим инкогнито. Вопрос по VIP. Подробнее можно информацию. VIP-пакет будет стоить 149 долларов на месяц. Их будет ограниченное количество. Первая партия будет 300 пакетов. Когда будет вторая партия, информации нет. И тут нужно отталкиваться от того, что у нас есть ресурс, сверх лайк, сверх комментарий и так дальше, который нужно использовать. В связи с этим есть VIP-пакеты. То есть, если мы будем выделять еще больше сверх ресурса, будет опустота еще VIP-пакеты. То есть, они будут стоить 149 долларов. По маркетингу будут все те же самые проценты. Люди будут от них вырваться ответ на себе чуть больше, если в партнерской сети будут эти ребята, и им не нужно будет выполнять задания. По пакету они получаются то же самое. То есть, они получают себе обычный пакет стандартный. Это 30 тысяч лайков, 50 тысяч просмотров, 1000 сохранений и 300 комментариев. Для того, чтобы увеличить VIP, ему тоже нужен реактивных личников. VIP делает реактивных личников, он получает удвоенный пакет. Вопрос по мобильному продолжению. В 10 раз отвечу, что она будет в следующем месяце. В идеале будет в этом месяце, а в следующем месяце будет не в идеале. До какого числа необходимо выполнить промоушенную поездку? А я думаю, мы объявим это на следующем чате в среду. Мы еще так не пододумали эту ситуацию. Но мы объявим. Скорее всего, там за неделю, за две, минимум, чтобы до промоушена, минимум, чтобы мы уже смогли все организовать, чтобы мы могли со всеми связаться, получить их данные, зарезервировать, помочь с организацией и так далее. Я думаю, минимум две недели нам это можно будет. Почему вопрос попустили по касательной компрессии? Повторите, пожалуйста, вопрос. По касательной компрессии я отвечу на него. Просто очень много вопросов. Повторите про пакеты расширенные VIP. Пакеты VIP можно будет купить в эту пятницу уже. Все люди, которые покупают пакеты сейчас, они покупают их сразу удвоенными. Расширенные пакеты, я так понимаю, это право. То есть до пятницы все, кто купит пакет, он получит сразу удвоенный пакет. После пятницы они будут получать себе обычный единичный пакет, не удвоенный. Для того, чтобы получить себе удвоенный пакет, нужно иметь три активных личника. То есть не нужно платить. Просто три активных личника, и вы получаете в два раза больше трафика. Пакеты VIP будут стоить чуть больше, чем обычные пакеты. Трафик у них будет такой же. Но просто не будет условия выполнять задания. Будут условия подписаться на всех, кто стоит выше. На задания лайк, комментируй, и так дальше не нужно будет. Соответственно, если в вашей команде есть люди с пакетами, вы будете с ними зарабатывать больше рекламных начислений. Вопрос. Как наш сервис может быть полезен для увеличения продаж и услуг? Объясняю. Во-первых, самый примитивный ответ – это то, что любой пользователь, который зайдет на вашу Instagram-страницу, он увидит, что у вас там есть спрос и есть интерес на вашу услугу. То есть он видит большое количество лайков, комментариев и так дальше. Комментарии – это и есть отзывы. Человек видит отзывы на вашу услугу, он уже доволен, он уже доверяет вашему продуктуру. Если говорить о том, что дает сам Винстайм, Винстайм дает вашему, вашей компании, личному бренду, услугу дополнительный охват. То есть он продвигает ее в топы, продвигает рекомендации, вы получаете себе дополнительный охват от самого Instagram, в зависимости от того, где вы выбрали ее позицию. Это могут быть тысячи людей, это могут быть десятки тысяч людей и так далее. Соответственно, если вы правильно ведете свой Instagram-страницу, если ваше предложение является ценным, вы получаете дополнительный охват людей и дальше уже срабатывает вопрос компрессии. Насколько качественный ваш продукт, насколько он имеет ценность. Чем больше ценность, тем больше компрессия. Поэтому линейно зависит то, что вы продаете, от того, насколько оно ценно. А Instagram просто помогает миру это увидеть, вашим слухом. Он помогает вам выбиться в топ, куда обычный человек сам не выбьется. То есть, чтобы сам выбиться в топ, нужно реально иметь очень большую аудиторию. Можно уже иметь сотни тысяч подписчиков и аудиторию, которая к вам неравнодушна, чтобы они вас лайкали, комментировали так дальше по своей доброй воле. Тогда вы будете продать в топы. Instagram позволяет это сделать без 100 тысяч подписчиков. Плюс, помимо этого, все пользователи, которые выполняют ваше задание, они в том числе, тратя внимание, являются вашими холодными клиентами. То есть, они выполняют вам задание, если услуга им интересна, они в том числе могут ее купить. Потому что наши пользователи — это самая премиумная аудитория. До какого числа необходимо выполнить промоушенную поездку? Я думаю, что, ребята, это минимум 2-3 недели для того, чтобы собрать данные и все организовать. Как можно поменять юзера? Как узнать, по чьей ссылке он зарегистрировался? А технически никак нельзя поменять юзера. Мы специально сделали такую платформу, чтобы все были спокойны, чтобы все было безопасно, и все имели гарантирую на свое место. Соответственно, просто менять и удалять структуры у нас где нельзя. То есть, если это пользователь сам хочет поменять себе там какие-то данные, он еще не окупился, он может делать это вручную в своем кабинете, в бэк-офисе, либо он может там написать техническую поддержку, они им помогут. Тогда будут видны контакты рефералов. Когда обновится структура, будет видна дополнительная информация. Это уже будет после вкладки финансов и после обучения. Сейчас в директах спешу. Если наименьшая ветка свыше 200-300 оплаченных, можно поездку с супругой. Я думаю, да. Если наименьшая ветка у вас будет выше 200 оплаченных, мы оплатим вам поездку с супругой. У меня тоже более 700 активных человек. Хорошо. Тогда проверим еще раз сотовые операторы, и сегодня еще раз попробуем со всеми связаться лично с людьми, у которых более 100 человек и более трех активных. мы просто расстали всем смски и думали, что все зашли. Приносим извинения свои. Обязательно каких-то технических вопросов, которые являются выборочными. Напишите, пожалуйста, техническую поддержку. Ребята постараются вам помочь. Либо напишите своему лидеру, он свяжется со мной. Нужны будут ваши данные. Это либо почта, либо Instagram-аккаунт, либо номер телефона. Тогда мы сможем помочь по этому вопросу. Скорее всего, у вас закачивался пире данных, и браузер отправляет по три запроса на увеличение. Какие устройства в версии не поддерживаются? Я думаю, что на устройствах, которые были обновлены в 2016-2017 году. Объясню почему. Потому что браузеры каждый месяц-два обновляют свою информацию и, соответственно, меняют немножко алгоритмы взаимодействия с самими браузерами. Поэтому тут даже, наверное, важно не устройство, а чтобы на ваших устройствах стояли самые последние браузеры. А сейчас есть люди, у которых на всех трех ветках есть больше 100 человек? Да, есть такие люди, наверное, даже больше там. Человек 25 точно есть. При наличии денег в личном кабинете? В принципе, правда, будет пиццоваться без СЭП? А, да, понял. То есть, да, если у вас в наличии в личном кабинете деньги, то они автоматически будут списываться на следующий месяц. Таргетирована реклама по хэштегам и по геолокациям, когда заработают. Смотрите, для того, чтобы продвигать ваши посты по хэштегам и по геолокации, вам таргетирование не нужно. То есть, вы можете с помощью пользователей со всего мира, с помощью разных пользователей с разными кейсами выделить на свои посты топ-рекомендации. То есть, по алгоритмам стаграма ему безразлично, кто будет вас лайкать, комментировать и кто даст вам это подвижение. Таргетирована реклама зачем нужна? Затем, чтобы увеличить конверсию самого Инстайма. Не с Инстаграма, а с Инстайма. Специально для этого мы это и готовим. Это будет тоже в следующем месяце. Введу активность в сети ВКонтакте, пишу статьи, размечаю актуальный контент и приглашаю участников. Гуляю стать официальным представителем Инстайма ВК. Давайте мы с вами спишемся и обсудим эти вопросы. То есть, мы за предложение, мы за сотрудничество, чтобы это все было взаимовыгодно и правильно. Просмотр stories будет дополнительными услугами. Повторяю условия для поездки. Для того, чтобы поехать на открытие компании, для того, чтобы компания оплачет вам эту путевку, вам нужно будет иметь самые минимальные свои ветви, то есть ветви, которые меньше всего участников, 100 активных пользователей. То есть, если минимальные ветви, у вас есть 100 активных пользователей, компания оплачет вам путешествия. Добрый день. После оплаты изменила название аккаунта в Инстаграм. Не могу теперь загрузить свои посты и работать с этим. Но старое название не актуально и с ним работать не буду. Предоставила из-за этого приглашения. Ирина Сергеевна, если вы после оплаты изменили свой аккаунт в Инстаграм, обратитесь, пожалуйста, к тому сотруднику физической поддержки, который вам это сделал. Обычно мы такого не делаем. И согласуйте с ним эту информацию. Она сама поменяла. То есть, если вы сделали этот доплат, либо вы сначала сделали себе аккаунт в Инстаграме, платили на него, но поменяли потом логин в Инстаграме, верните пока что на старый ваш логин в Инстаграме. И потом содержите сотрудник с технической поддержкой. Объясните ему причину этого всего и вам помогут. Объясните разницу в платформах биограмма. Я, честно говоря, не знаю про биограмму. Не буду объяснять. На VIP-пакете будет больше рефералка. Больше рефералка будет в сумме, а не в процентах. В процентах будет та же. Немножко сбили с вопросом из активного чата. Вадим. Разве справедливо ждать пока заполнены все 15 линий? Ну, справедливо, наверное, не очень. Поэтому мы делаем так, чтобы этого не было. То есть мы добавляем специальные инструменты технические. Технически мы над этим работаем. Чтобы не нужно было ждать 15 линий. Пока что по старым правилам оно работает именно так. То есть мы понимаем, о чем вы говорите. Мы прислушаемся к вам. И делаем так, чтобы не нужно было ждать 15 линий. Неиспользованные лайки, коменты, свернение переходят в следующий месяц. А по пакету, если вы не использовали лайки, свернение и так дальше, то они не переходят. По покупкам дополнительным они остаются. То есть всю ту услугу, которую вы купили себе сверх пакета, она остается. Услуга, которую вы купили именно в пакете, она списывается в следующий месяц. Будет ли задание в конце подписаться на аккаунт? Ну, по диалоге нашего проекта, у нас есть задание только быть максимум подписано на 15 человек. И не будет, скорее всего, вот 99,99% не будет максимум. Мы там добавим свой аккаунт, чтобы на нас подписались. Ну, это шутка. Соответственно, по диалоге проекта 15 человек может быть подписано, не больше. Поэтому дополнительных там покупок на подписки и так дальше не будет. Ребята, давайте выполнять задание. Пишите комментарии от души. Это уже и есть отзывы в апкаунте. И вам тоже их будут обставлять. А кроме того, вау, как это круто. И всем одинаковым. Да, ребят, по поводу комментариев. Сейчас большинство людей реально пишут хорошие комментарии. За это им большое спасибо. А для людей, которые просто хотят выплатить эти галочки. Ну, соответственно, вы понимаете. Тут не сервис по нагрузке. Это наш клуб единомышленников. Это клуб людей, которые хотят из себя продвинуть и помочь друг другу. Будет не совсем корректно, если вы будете получать от других пользователей хорошие комментарии, а сами писать там три слова, не имеющие смысла. Поэтому, наверное, давайте иметь уважение каждый к каждому. Мы все равны между собой. Всех нужно одинаково любить и одинаково хорошо к каждому относиться. Тогда и к вам будет хорошо относиться. Давайте более добросовестно выполнять задания. То есть мы, в том числе, сами сидим и выполняем задания. Пишем лайки, комментируем. Нам тоже это интересно. Мы даже, наверное, себе в вип-пакеты буквально не будем. Будем выполнять задания. Ясно. Сергей Шевченко говорит, что тоже не будет цель. Я тоже буду задания выполнять. Смысла нет. Как популяризируешься, я уже сколько подписчиков дополнительно. Кстати, да, ребят, когда вы пишете хорошие комментарии, людям интересно, кто вы такой. Они переходят на вашу страницу. Если ваша страница интересна, они на вас еще и подписываются. То есть реально это такое взаимодействие очень многогранное. Могут ли люди регистрироваться в Китае? Для этого мы специально сделали авторизацию не по смс, а по почте. То есть мы вели долгопереговоры с сотовыми операторами в Китае, с банками в Китае. В Китае это очень закрытое государство, с ним тяжело общаться. Тем более еще там из-за, как бы сказать, не знания их языка. Нам реально очень тяжело с ними говорить. Поэтому мы немножко переначали вопрос сотрудничества с китайцами. И можно будет им создавать себе аккаунты по почте. Можно их оплачивать с помощью того, что вы пересылаете деньги на их кабинет. То есть есть внутренние переводы в кабинете. И можно им выполнять помощь криптовалютой. То есть люди в Китае могут создавать себе аккаунты. Но тут нужно понимать их интерес. У них в основном WeChat. Если им интересен Инстаграм, то да. Турецкий язык будет введен в платформу. Ну я думаю, что мы стараемся это делать на эту неделю. Но из-за технических различных дополнений, скорее всего, это будет еще неделя. То есть у нас уже есть готовый перевод на трески, готовые презентации, готовые видео. Осталось только добавить. Платформа работает во всем мире. Платформа у нас полностью белая, легальная, чисто юридическая. Поэтому каждый пользователь мира может зайти и пользоваться ее. Активная, да, это проплаченная. Когда можно будет посмотреть количество активных партнеров в каждой ветке? Я думаю, что можно будет посмотреть через одну-две недели точно. Покажите подробные мобильные приложения. То есть мы сделали еще такую самую альфа-версию в ноябре 2017 года. Там было намного меньше функций. И я из-за того, что я такой человек не сетевой. Там не было отображения структуры. Там было меньше инструментов для сетевых селидеров и так дальше. То есть это был просто обычный сервис. Это была программа. Это была услуга, которая не была так сильно интегрирована с сетевым бизнесом. Просто я не сетевой человек. Не было задумки сделать с этого сетевую компанию. Мы реальная услуга. Мы продукт. Мы это отталкивали. Мы с этим начинали. Мы с этим и жили. Соответственно, постепенно-постепенно начали добавляться сетевые инструменты. Потому что куда более интересно оплачивать партнерам нашим сетевым их дивиденды, чем вливать огромный бюджет в рекламу, которая не всегда приносит какую-то пользу. Соответственно, мы начали немножко добавлять сетевые инструменты в компанию. И в связи с этим веб-версия начала сильно развиваться, а приложения начали отстаивать. Мы их скрыли. До этого люди им пользовались. Наверное, те, кто им пользовались, они у них не удалились. Они еще остались. Вы можете там глянуть у лидеров. Некоторых они есть. Вот. Но нам осталось работать функционал, сетевые инструменты на мобильное приложение. И мы их выпустим. Вернее, не выпустим, а открываем. Они уже выпущены, просто скрыты с общего доступа. Да, по поводу того, что сегодня было с сайтом. Мы переношли на серверах для того, чтобы жителям Индонезии, жителям Бразилии было комфортно пользоваться. Начинали историю с СНГ. СНГшникам очень удобно пользоваться, очень быстро, очень хорошо. Но людям из дальних стран, дальних островов им тяжело. То есть большая обратная связь, большая задержка. Поэтому переносили. Вадим, огромная просьба опытом поделиться, потому что 80% людей абсолютно с нулевыми аккаунтами, чтобы сразу не начинали по 3000 лайков ставить, а сначала пробили порядок авторитетности. Спасибо, Сергей Шевченко. Отвечу еще на один вопрос. Компания будет оплачивать только проживание в гостинице, проезд за счет партнера. Компания будет точно оплачивать проживание в гостинице. Это будет all inclusive. Можно будет всеми пользоваться. Еда, напитки, алкоголь, все, что хотите. Подчеркиваем алкоголь премиумный. По поводу проезда, скорее всего, будет фиксированная оплата проезда. То есть у нас есть реально очень много стран в проекте. Для одного партнера будет стоить проезд 100 долларов, для второго будет стоить 2000. Поэтому будет фиксирована сумма, которую компания будет размещать. Далее, по поводу самой услуги. Еще очень важно понимать, важно, чтобы вы все донесли своим людям о том, что не нужно использовать сразу всю услугу, сразу ставить себе 3000 лайков и так дальше. То есть если вы до этого ввели свой Instagram аккаунт, если у вас мало подписчиков было, если у вас там было всего 100-200 лайков на ваших фотографиях. То есть нужно понимать, что если вы будете себе накручивать по 3000, будете продвигать их на столько, то сразу будет такой очень большой разрыв. То есть предыдущая фотография 100 лайков, на это 3000. Люди будут видеть что-то нечестное. Соответственно, нужно по чуть-чуть этим заниматься. Не нужно сразу там лезть на самые большие хэштеги, на самые большие локации. Не нужно сразу там быть самым популярным в Москве. Начните с маленькой, начните с какой-то района. По чуть-чуть продвигайте свой аккаунт. Так будет более органично смотреться. То есть технически на это нет никакого влияния. Но чисто там для глаза, для восприятия любого человека, который заходит на ваш аккаунт, он сразу будет замечать, что там какое-то несло падение. То есть до этого у вас там вчера было 100 лайков, а сегодня 3000 и поехало по 3000. Соответственно, старайтесь умеренно использовать услугу, так чтобы это выглядело более органично. Так будет даже лучше. При этом возможно коммерция даже не изменится. То есть не нужно сразу лезть в топы Москвы, потому что реально очень много людей у нас уже в топах Киева. У нас все топы забиты инстаймом сейчас. Поэтому нужно, наверное, чуть-чуть умереннее использовать. Но это, опять же, пожелание вашему. Мы так советуем. Вадим, будет возможность заказать лайки на видео вместе с просмотрами? А, да, возможно, уже реализовано? Я думаю, будет. А можно банить как-то тех, кто в комментариях размещает свои ссылки и рекламу? А вы, да, вы можете их банить без играми, вы можете жаловаться на спам и вы можете жаловаться на инстайме. Соответственно, там дальше наши модераторы уже будут предпринимать какие-то действия. Когда заработает сервис? Странный вопрос. А, имеется в виду сейчас. Сейчас, наверное, в течение часа-двух. В часа-двух сервера переносится. Как неожиданно получилось. Ну, в основном, технически оно работает. Просто работает не у всех. Есть такая система, называется domain name system. Это когда вы заходите на сайт и пишете там instime.world. Вы пишете буквы. А все адреса, которые вы видите у себя на сайтах, это цифры. Цифры, преображенные в буквы. А есть такая система, которая преображает эти цифры в буквы. Называется она DNS. Domain Name System. Эта система имеет такое свойство обновляться сколько ей захочется. То есть это система мировая, на которой подвязан и Google, и Apple, и все вместе взятые. В связи с этим мы на нее не имеем влияния. И сайт работает по IP-адресу, по цифрам. Но не у всех еще обновились DNS-адреса. Соответственно, можно немного подождать. Там час-два, я думаю, у тех все будет хорошо. То есть это такой мировой инструмент, на который мы, к сожалению, не имеем влияние. Нужно просто немножко подождать, немножко терпения. Что если в малой ветви три первых приглашения неактивных пользователей? Если его нельзя изменить, это мотивировать, как дочить цели в 100 человек. Считается ли только... Считается общее количество людей, не ваши личники в меньшей ветви, а именно общее количество людей. То есть если в общей количестве людей в вашей меньшей ветви 100 человек активных, тогда вы получите разрешение и вам оплачивают путевку. Можно ли оплатить следующий месяц денег, накопленных на балансе? Да, можно оплатить следующий месяц и накопленных на балансе. Даже если у вас нет троих активных партнеров. Уточните, пожалуйста, рейтинг уже будет у каждого, но чтобы как-то действовать на культуру и взаимовыжения в комментариях, к примеру. Я скажу больше. То есть если вы пишете какие-то некачественные комментарии, и люди будут на вас жаловаться, и в инстаграме, ваш рейтинг, ну, он не будет так сильно повышаться, если вы будете делать хорошее. То есть, объясню. Вы написали человеку комментарии, если человек его лайкнул, ваш рейтинг увеличился в инстаграме. Если на ваш комментарий человек пожаловался, рейтинг вас будет уменьшаться. То есть сам инстаграм тоже мотивирует писать хорошие вещи, а не писать плохие. Поэтому чем лучше вы будете писать комментарии, тем больше у вас будет полезность от сервиса. Когда начнется обучение. Вот уже, наверное, люди видели вкладочку обучения. Есть у нас на сайте. Мы сейчас готовим очень много обучения. Мы готовим обучение к тому, что такое инстаграм, функционалу. Мы готовим обучение к тому, что такое инстаграм, функционалу. Мы готовим обучение, как использовать совместный инстаграм с инстаграмом. Мы готовим обучение по личному бренду. Мы готовы обучения по бизнесу, по копирайту, по всем этим вопросам, которые смогут с вас вырастить таких специалистов, профессионалов в этой возрасте. Скажите, пожалуйста, какие языки будут введены в платформу в ближайшее время? Это будет китайский язык, китайский у нас тяжело, а испанский, это будет испанский язык, это будет польский язык, это будет турецкий язык, это будет французский язык, это точно, который я точно знаю. И еще будет множество языков, просто я сильно правильно этим вопросом не занимаюсь, но постепенно-постепенно будут добавляться. То есть переводов есть, наверное, более 20 штук, просто нужно их утвердить, проудировать у нативных, у носителя языка, тогда мы будем выкладывать. Повторюсь, 20-й раз по поводу мобильного приложения. Мы постараемся выложить его в этом месяце, если не получится, то в начале следующего месяца. На Android будет быстрее приложение, на App Store чуть дольше. Android просто принимает обновления мгновенно, а App Store принимает обновления в течение 3-5 дней. Вадим, планируете ли вы когда записать кейсы в предпринимателей, которые получили с помощью нашего сервисового результата, увеличение клиентов, увеличение товарооборота? Очень нужный инструмент. Да, кейсы на самом деле уже есть. Реально очень многие люди, наши, в том числе амбассаторы. Допустим, Дмитрий Кошневский, это топ-1 организатор Giveaway, топ-1 учитель инфраграмма на Украине. Он уже выкладывал себе в сторис, выкладывал себе в сохраненные видеопубликации с людьми, которые за 2-3 дня получили сами себе реальных клиентов. То есть не лайки, просмотры, комментарии, а реальных клиентов. Плюс я видел, есть записи уже в YouTube, где люди получают себе клиентов. Я думаю, что как только мы немножко освободимся, мы соберем все эти кейсы, полезные и неполезные, и выложим их в общий доступ. Человек немного ошибся в написании аккаунта Instagram. Можно ли поправить название аккаунта? Если человек ошибся в названии аккаунта Instagram, он сразу видит то, что он ввел при попадании на сайт. То есть до момента покупки у него есть возможность это исправить. То есть он зашел, он ввел свой аккаунт, даже если он ошибся, он зашел на сайт, он увидел, что он ошибся. Он поменял на сайте до покупки себе логин, поменял себе логин и дальше купил. То есть, соответственно, он может менять себе эти логины, просто до покупки. Будьте, пожалуйста, чуть внимательней для введения своего логина. Там нижнее подчеркивание, там всякие символы и так далее, тоже все учитывается. По поводу таких технических вопросов финансовых, это тоже, наверное, техническую поддержку. Это вопросы более, наверное, личные и более от отсутствия опытности. Потому что, ну, не может, я объясню по поводу кода. Код в программе, он пишется один для всех. То есть не может быть такого, что у вас работает, а у кого-то не работает. Если кто-то выполняет одинаково для каждого все те же алгоритмы, у него нет каких-то приоритетов, он не знает, кто я здесь, а кто вы. Поэтому, ну, если что-то не работает, нужно решать проблему индивидуально. Если выбрать, да, менять сейчас в программе имя нежелательно. Нежелательно. Наша компания называется InStime Media Production. То есть мы создаем медиа. Это официальное название компании. InStime Media Production Limited. Когда на платформу зайдут блогеры, будет возможность зарабатывать простых смертных. Все будут доверять блогеру или егать по его ревералке. Ну, это, во-первых, нужно уже сейчас заходить на платформу, сейчас задавать команду, чтобы блогеры заходили под вас. И, конечно, будут зарабатывать возможность простых смертных, потому что блогеры — это люди, которым верят, но им тоже нужно правильно уметь обрабатывать их аудиторию. То есть вести с ними общение, коммуникацию и так дальше. Ну, плюс не все блогеры, профессионалы в отрасли общения с людьми и коммуникации. То есть они хорошие блогеры, но далеко не все хорошие сетевые лидеры. Поэтому всегда есть шанс, всегда есть возможность. Люди часто задают вопросы по поводу дальности, запутанности самой компании и что компания работает по-белому. Да, ребят, по поводу того, что компания работает по-белому. То есть когда вы плачете стоимость подписки, вы переходите на европейский банк. На европейском банке видно реквизиты нашей компании. Плюс реквизиты нашей компании видно на самом сайте, на соглашениях. Там вы можете увидеть реквизиты. Вы можете построить общедосупную налоговую информацию. То есть вот позавчера я оплатил налоги за этот квартал. То есть мы абсолютно платим налоги. Мы абсолютно честные белолегальные компании. Все является в открытом доступе. Можете всю эту информацию увидеть и работать спокойно, чтобы все было хорошо. Соответственно, я про это уже наглашал. То есть если мы планируем все-таки масштабироваться, если компания, которая создает подобные сервисы, хотят масштабирование, тут нужно работать максимально чисто, максимально белым, максимально осторожно. Компания зарегистрирована на меня. Я там местный директор этой компании. Соответственно, не было кого-то злого убийства. Не было желания делать компанию за свою бабушку, дедушку, внука, правнука и так далее. То есть я полностью уверен в нас. Я полностью уверен в вас. Мы соблюдаем все законы. Мы работаем максимально по-белому. Мы соблюдаем все условия. Идем переговоры со всеми комплаенсами, проверками, службами и дальше. Мучаемся с ними, потому что это все тяжелая бюрократия. Это все какой-то такой бывший Советский Союз. Особенно мне, вот молодежи, тяжело приходят с ними общаться, но мы все делаем для вас. То есть я верил в то, что если все будет на честно биолегально, то к нам никто не может прийти и нам что-то пройти делать. Мы можем спокойно масштабироваться и работать во всем мире. Пускай, конечно, налоги будут такие немножко сумасшедшие, но ничего страшного. Расскажи ребятам, что Инстайм ни в коем случае не противоречит, что они как бы были владельцами своих фото. Объясняю по поводу Инстайма и Инстаграма. В Инстаграме есть три основных правила. Это руководство, это условия использования и это соглашение. Они дублируются у Фейсбука. Что это значит? Инстаграм, когда вы делаете аккаунт себе в Инстаграме, он у вас запрашивает на возможность публично размещать ваши медиа, ваши фотографии. То есть он не забирает у вас права собственности. Он просит у вас, можно ли мы будем показывать ваши фотографии у нас в Инстаграме. То есть все, вы не передаете ему право собственности. Это является вашей фотографией, они всегда будут вашими. Инстаграм просто запрашивает их у вас. Что делает Инстайм? Инстайм делает то же самое. Мы запрашиваем ваши фотографии. Мы берем у Инстаграма ваши фотографии, инстаграмовские. Мы не берем у Инстаграма ничего. Мы не используем никаких автоматических средств. Мы не используем ни сриптов, ни программного обеспечения, ничего, которое имеет влияние на Инстаграм. Мы просто собираем ваши данные и даем обсылки других людей. то есть данные других людей. Эти данные являются публичными, данные являются вашими. Когда вы заходите на нашу платформу, вы даете нам соглашение на то, что мы тоже публично можем использовать ваши данные, но они не являются нашей честной собственностью. Поэтому никаких нарушений, никаких противоречий с инстаграмом нет. Инстаграм, наоборот, более выгодно затрудничает с нами. Потому что каждый человек, который заходит сейчас в инстаграм, это человек, который за минимальную сумму может проверить, насколько эффективна реклама в инстаграме. То есть в инстаграме более полутора миллиардов человек. Из этих полутора миллиардов человек, ну, наверное, покупать рекламу в инстаграме тысяч 50 человек. Почему? Потому что там дороже. Тогда можно влезти и 100 баксов, тогда можно влезти и 10 миллионов. Соответственно, 10 миллионов нам нужно на партнерстве смотреть. Там можно влезти 10 тысяч. А в инстаграме можно влезти 58. За 58 вы можете увидеть, как работает реклама в инстаграме. Далее, если вы хотите себе больше охвата, больше всего, вы можете использовать рекламу и в самом инстаграме. Можете и в фейсбуке использовать и так дальше. То есть получается конвертация пользователей, которые были не опытные в рекламе, но опытных. Поэтому Инстаграма, наоборот, выглядел на то, что наш проект существует. Какие находятся серверные мощности? Они находятся на субаренде у Google и у Amazon. Нам нужен рейтинг партнера Инстайм, чтобы у нас была игра. Это увеличит скорость развития компании. Честно говоря, давайте я вас выслушаю, наверное, личное сообщение, либо через лидера свяжитесь со мной. Я человек просто не сетевой, я не до конца понимаю вопрос рейтинга в сотрудничестве, там конкуренции между партнерами Инстайм и так дальше. Я всегда за добро, за то, чтобы себе было максимально комфортно и удобно работать в компании, чтобы это было позитивно и весело. То есть если есть какие-то хорошие, добрые условия и предложения, то мы за. Если перевести обычный аккаунт на бизнес, ничего, ничем не грозит. Можете переводить аккаунты в свой обычный бизнес. Вы просто получите статистику. Я думаю, что даже лучше, потому что выводите статистику в течение. Аккаунт на бизнес переводите рекомендую. Про возраст. Возраст — это должен человек иметь гражданство, иметь паспорт, когда он может пользоваться условием проекта. Никуда не нажимал, не должно ничего было меняться. Было бы круто группировать людей по интересам. Да, мы сейчас этим занимаемся. Мы тоже считаем, что это было бы очень круто. Сейчас делаем людей, группируем людей по интересам и группируем людей по геолокации. Добавьте, пожалуйста, возможность отображения всего контента из Instagram в дашборде и лайки на видеоконтент. Лайки на видеоконтент добавим в ближайшее время. Социально отображение всего контента из Instagram. Я повторюсь еще раз. Мы специально скрыли некоторые данные. Раньше, насколько вы помните, были все, весь контент из Instagram. Сейчас мы его немножко скрыли. Сейчас мы немножко его скрыли. Я объясню, почему. Люди, которые не совсем опытные в Instagram, в Instagram, начали использовать себя сразу за один день весь пакет на все свои старые фотографии. Мы не можем гарантировать, что фотографии двухлетней давности или по двухнедельной давности выпадут в топ. Алгоритм Instagram работает таким образом, что он 50% состоит с времени, когда вы выложили фотографию, и 50% с активности. То есть он берет среднее арифметическое число за одну минуту, сколько у вас было лайков, просмотров, комментариев, охвата и так далее. То есть если вы выложите на пост двухлетней давности 3000 лайков, то, соответственно, за минуту у вас будет 1 тысячная лайка. 1 тысячная лайка не может конкурировать. Объясню, почему. То есть когда человек выкладывает новое фото, оно сразу идет его всем подписчикам, в зависимости от его рейтинга в Instagram. То есть оно идет в каком-то количестве, то сразу за первые пару минут получают тебе сотни лайков, десятки, тысячи лайков. И получают намного больше. На следующий день оно уже никому не показывается. Соответственно, лучше выкладывать новые фотографии, лучше новые фотографии продвигать и уже забыть про старое. Старое – это уже как-то такой контент в фотоальбоме. У нас еще тут один вопрос из жне. Из жне, это вопрос. Так, доброго времени и суток. Обительная просьба определить время технической работы в одно и то же время. Хорошая идея, правит Николай, по поводу технической работы. Спасибо вам большое. Мы послушаем вас. Хорошая идея. И сделаем какие-то определенные временные промежутки по техническим работам. То есть будет определенное время, когда можно будет проводить технические работы. Когда будет проводиться. А, ну, просто нужно его согласовать, потому что люди живут с разных часовых поясов. И у кого-то там, когда у нас ночь, у кого-то день. То есть тоже некомфортно. Но мы послушаем вас и постараемся найти оптимальное время для обновления. В связи с тем, что сегодня сайт долго не работает, просят люди продлить до субботы старые условия по Килипсер-8. Хорошо. Я думаю, что мы это обсудим. Наталья Ильичадина. И передадим информацию вам. Справедливое замечание. Ребят, в моем мнении, есть сетевик. Мне звания и медали нафиг не нужны. Хочу нормальное здоровое общество. где я смогу чисто и адекватно вести бизнес, общаться и зарабатывать. А звание релегалий я мотивирую Винстана. Но вот я, соответственно, тоже так же думал по поводу отзывания релегалий и медалей всяческих. Вот. Поэтому у нас ведь начальник не планировалось. А нам нужен был офис. А сколько пользователей местами? Пользователей местами уже 10 тысяч человек. Вот у Сергея Шевченко недавно было уже достижение. 10 тысяч пользователей в команде. Поздравляем вас с этим. Это всего лишь там за три недели работы проекта. Это прям восхитительно. 28-й день. 28-й день и 10 тысяч человек. Это очень круто. Это при том, что Сергей активный сетевой лидер, Сергей не Бьонси, не взлетался с 100 миллионов подписчиков. Но уже за 28 дней он собрался в аудиторию 10 тысяч человек. Это очень круто. Я не был в Инстаграме никогда. Не был никогда в Инстаграме даже. Но уже выкладывает сторис, отмечая своих товарищей. Вадим, есть еще предложение? Очень быстро прилетают лайки по заданию на продвижение. Можно иметь смысл, что там возможно интервалы между лайками и памятами. Тут, к сожалению, так не зависит. Люди попадают. То есть, когда вы заказываете себе тысячу лайков, тысячу лайков, эти задания идут не тысячу человеку, а идут двум тысячам людей. То есть, кто из них быстрее выполнил это задание, тот и... Еще раз, как это работает? Вы заставили себе 100 лайков, а ушли эти лайки двум сотням людям, чтобы они быстрее выполнились. Соответственно, они выполнились, те люди, которые они не успели, и им задание обновилось. Поэтому из-за того, что мы используем такие немножко неединенные алгоритмы, идут очень быстро комментарии, лайки и так дальше. То есть, они идут больше количества людей, чем должны были бы идти, чтобы быстрее выполнились. Поэтому иногда у нас раньше было такое, что там люди заказывают себе 10 комментариев, а им приходило 20. Это именно из-за этого. Друзья, за 20 лет было много проектов с матрицами, и все делали одну ошибку. Все кончалось грустно. Как с вами подвезти и предупредить? Куда написать? Напишите вашему активному лидеру. Я думаю, что у большинства лидеров есть связь со мной личная. Либо сделать себе команду 100 человек и 3 активных. Когда у вас будет связь к лидерскому чату, тоже можно будет написать нам. Мы с удовольствием выслушаем все предложения и уйдем от всевозможных ошибок. Будем учиться на своих ошибках. Реф-ссылка в Инстаграме. Реф-ссылки в Инстаграме нету, есть в Инстайме. Она работает только если вы оплаченные пользователи. То есть, реферальная ссылка на предложения работает только тогда, когда вы сами оплачены. Если вы сами не оплачены, то люди не могут зайти по вашей реферальной ссылке. Для этого нужно быть оплаченным участником. Это более честно, более справедливо. Потому что как вы можете продавать продукт, если вы сами им не пользуетесь. Вам нужно купить себе продукт, пользоваться им, понять его все плюсы и преимущества. И только после этого уже продвигать его вашим товарищам и друзьям. И вы понимаете, что вы продвигаете. Поэтому мы делаем таким образом, что человек, который активировался, он может продвигать. Люди, которые не активировались, их лифсы в Инстаграме не оплачены. Да, сайт заработал. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для стареньких пользователей, кто уже один-две-три недели в проекте? Когда начнется этот самый месяц по включению 10-ти личников? Смотрите, на данный момент все получают 15%. И за первый месяц, и за второй месяц, и так далее. Это не самая наша актуальная задача, не самая приоритетная по срочности, уменьшить вам 5%. Мы это сделаем, когда мы чуть-чуть освободимся. У нас есть вопросы по всяких различных сельевым инструментам, по мобильному поражению, по компрессии и так далее, на которые мы считаем, что они самые важные. Уменьшать мы всегда успеем. Поэтому, грубо говоря, сейчас мы этим заниматься не будем. Я думаю, что это будет не раньше, чем в следующем месяце. Мы уменьшим проценты. Второй месяц будет бесплатным? Я подписал за неделю 7 человек. Да, если вы за неделю с момента регистрации подписали 7 человек, второй месяц будет бесплатным. У меня более 3-х веточных сайм. Но не все хотят развиваться расходить структуру. Многим достаточно пользуясь сервисом. Но это уже радует, что многим достаточно. Пользуясь заключается с самой минимальной веткой уменьшим на человек. Хотя у меня нет шанса поехать на сайты открытия. У вас есть шанс поехать на сайты открытия. Мы в ближайшее время добавим, возможно, распространение людей в ту ветку, которую вы хотите. Можно будет выбирать ветви, туда выбирать людей. Это мы тоже добавим. А так можно всегда мотивировать людей и посылать кого-либо. То есть, если они пользуются сервисом, если это достаточно им интересно, тогда можно им сказать пригласить кого-то еще. Помимо того, что ты дашь человеку хороший инструмент, ты еще заработаешь дивиденды себе. При получении коррептовых денег есть люди по взрослым ограничениям. Мы работаем в двух юрисдикциях. Одна из юрисдикций подбирает нам работать с коррепутатами. И эта юрисдикция, это даже юрисдикция, на которой сделан сам Телеграм, которая позволяет, в случае чего, если власти затем уже будут наглеить, хотя у нас, наверное, все чисто, все дело, все легально, но если там уже чрезмерная наглость будет, то позволяет быть максимально обезопасным, то есть иметь максимальную безопасность. И при получении коррептовых денег эта юрисдикция позволяет не иметь возрастные ограничения. То есть люди с любого возраста могут получать криптовые дотарения. Я отправляю свою юрисдикцию по Инстаграму в Дарьяк. Я оплатил на миссий пакет. Ссылка будет работать? Да, ссылка будет работать. Но лучше собрать часть ссылки, чем через какие-то битли и так дальше, потому что Инстаграм сортирует ссылки. Он может их просто не пропускать. Какие отношения мы ставим с Инстаграмом? Пока что мы существуем параллельно, но скорее всего будем встречаться с ребятами с Инстаграма и с Инстаграма с представителями и думать о том, что он строится, что он будет. Мне нравится качество комментария. Пишутся, что где-то будет совсем не в тему поста. Это вообще я знаю тоже по цене поста, что я не вижу солнцем в комментариях. Я хотела тоже для кого-то улучшить. На этом вопрос, что для взаимоподдержки есть требования. Причем комментарии только по теме. А при этом взаиме человек получает бан. Мы можем ввести все какие-то требования, почему бы и нет. во-первых, они уже работают. Если вы жаловите на пост, то есть вы получаете комментарии, либо вы получаете ввести комментарии, вы всегда можете пожаловать на них либо в техподдержку, либо в самом Инстаграме. То есть сам Инстаграм уже наказывает этого человека, а по поводу ограничений они будут внедряться чуть позже. Вместе с ограничениями для бесплатных пользователей. Какие условия поехать в Турцию? В Турцию поехать условия. Нужно минимальные ветви, иметь 100 активных участников. Извините, я тут уже заговорился час. по поводу онлайн-поддержки. В одной ветви 100 активных участников. Минимальная ветви 100 активных участников. То есть у вас должна быть самая минимальная ветви, которая меньше всего людей, 100 активных. по поводу технической поддержки. Ребята, нас там уже 30 человек. 30 человек — это много, но не так много, как пользователей. То есть пользователи сейчас приходят и начинают интересоваться о том, как работать с Аминстаграм, давать множество вопросов, и вопросов идет очень много. 30 человек просто не успевают всем отвечать. Мы стараемся оптимизировать, мы стараемся сделать через Телеграм-бот, потом будут уже ответы на самые распространенные вопросы. Мы добавляем видеообучение на сервис, то есть добавляем кучу видеоответов на уже самые часто задаваемые вопросы. И можно будет их прослушать, можно будет обо всем узнать. То есть мы стараемся это оптимизировать, тогда точнее, поддержка будет продаться лучше на сайте. Вряд ли мы можем сделать это для тысячи человек. Всем, наверное, большое спасибо, я так понимаю, ответа больше нет. Будем заканчивать. Всем большое спасибо, что вы с нами, я желаю вам всех хороших результатов, и платформа работает, и рад буду вас видеть всех в турции на мероприятии, и оплатить вам всем потёрки. всем большое спасибо, всем хорошего дня, до свидания, успехов!